В общем, сегодня я хотел поговорить по вопросам решения задачи на теорию вероятности и мы рассмотрим следующую задачу. В ящике 12 писем, из них 7 иногородных и 5 городских. Коверность того, что их из извлеченных на удачу 4 писем, из извлеченных на удачу 4 писем, окажется одно городское. Ну что ж, запишем то, что у нас дома. Всего писем. Вот у нас коробка, там у нас письма. Их всего 12. Вот таких. Их всего 12. Ну их и нарисуем 12. Вот у нас писем. Из них 7 иногородних и 5 городских. В общем, 5 городских выделим. Откуда-нибудь там. Если, допустим, из Сарада после Перми пришли, а вот эти все городские. Прео города. Поскольку человек, который запускает туда руку, он даже представления не имеет, какие письма он вытаскивает. И вот, в общем, он берет, у него глаза завязаны. Или, допустим, их просто закрыли чем-то, повязка черной. Два глаза. Вот и какая-то рука летит, там два глаза закрыли. Как говорится, того, что извлеченных надо от 4 писем, берем 4 письма, отсюда извлекаем. 4 письма. Окажется одно городское. То есть одно будет, соответственно, городским. Остальные будут, соответственно, это оранжевики. Выделю, они будут иногородними. Вот такая задача. И он будет выделять это случайно. Здесь надо воспользоваться формулой, которая характеризует, что вероятность извлечения будет характеризовать общее число возможных вариаций. То есть когда мы, допустим, извлекаем 4 письма, и вот все возможные кубинаты, допустим, 2 городских, 2 ногородних, 1 городская, 1 городская и так далее. На то число, которое будет расследовать, когда у нас такой непосредственно случай здесь. Когда у нас, допустим, 3 иногородних, иногородних, 1 городское. 1 городское. Вот. вот такой вот случай. Вот эта вероятность будет определяться за счет введения такого понятия числа перестановок. то есть число общее, число писем, или общее число, соответственно, возможных вариаций, когда у нас будет, соответственно, в 4 письмах часть городских, часть ногородних, будет записано в последующем выражении, как с 12 из 4. Почему так? Потому что из этого вот набора мы можем произвольным образом, как угодно, выбрать вот эти вот 4 письма. Вот. 4 письма. 4 связано с этим числом. А все у нас писем на 12. Поскольку у нас возможны различные перестановки в этом выборе, да, и у нас, соответственно, разрешимы повторения в пределах вот этого извлечения. То есть мы можем, мы не различаем из какого года эти письма, потому что мы просто говорим, что есть из разных городов вообще всего два типа. И поэтому можно сказать, что у нас есть некоторое размещение этих 4 писем по этим вот 12-ти клеткам. Вот это число перестановок, которое может быть осуществлено, за счет вот этого соотношения. Надо помнить, что если у нас всего писем 12, то 12 у нас будет стоять вот здесь вот. А 4? 4 на удачу извлеченных. То есть вот 4 это число, как раз, которое мы извлекаем. Вот. Теперь нам надо определить число писем, которые творят нашим случаем. И каким образом, каким образом их можно там переставить, таким образом извлечь. То есть вот это число наше будет задаваться как число перестановок, соответственно, трех писем, которые будут иногородними, потому что у нас всего 3. По общему числу и, соответственно, из иногородних, C37, на C, общее число, допустим, городских, по общему числу городских. C 1 из 5. И таким образом мы характеризуем вот этим выражением. Вообще для вас, наверное, еще буквой C непонятно, но что оно характеризует, да? Оно характеризует, с какими путями мы можем извлечь вот эти вот письма. При всем при этом, поскольку у нас неразличимы вот эти места вот этих писем, да, то в большом счете получается что-то чисто, просто, что перестаново. Но в целом все эти буквы C, A, B и вообще обычно непонятны при решении сдачи по вероятности. На самом начале там сложно представить, как они получаются и до вывода обычно дело не доходит, обычно надо быстро там экзамен сдавать. Поэтому я вам сейчас покажу, какие вот общие моменты следует сразу понять. Так, изначально определяем вообще сколько всего различных там писем, деталей, и с которыми мы вообще работаем. Это всегда будет относиться к тому, что будет стоять к общему. Второе это то, сколько деталей или сколько там спинов у нас будет повем. То есть вообще сколько вообще будет вещей у нас извлечено, перестально перемещено. Вот это у нас сразу взаимосвязь мы как бы образуем здесь, да? Таким образом можем указать, что это будет C4 по 12. Следующий аспект. Здесь может быть не указано что и на городе городских сетей будет зависеть от задачи. Но суть состоит в том, что наша теперь задача работать непосредственно уже с этим числом. То есть каким образом мы можем вот это число наших писем в нашем случае переставлять по городским и нагородним. Поэтому поскольку нам конкретно нужно условие, что допустим одно городское будет, только одно городское, да? и все остальные допустим 4 минус 1 будет у нас составлять и нагородние письма. Вот. Три будет у нас соответственно нагородних. то таким образом я могу сказать сразу что вот в этом выражении будет как раз участвовать число перестановок в пределах того, что мы извлекли, потому что нас был вообще. И также в пределах того, что мы извлекли, потому что нас вообще здесь есть. Поскольку мы можем переставлять только по тому, допустим, если городское у нас одно, то можно только выбрать из пяти городских, поэтому так и будет здесь. Одно из пяти. Поскольку у нас только 3 и нагородних, то оно может быть выбрано только из 7 и нагородних, которые изначально присутствовали в этой числе 12. Поэтому, когда вы записали выражение, всегда посмотрите. Сумма вот этих чисел сверху буквы ци должно соответствовать четырем, а сумма нижних, допустим, должно соответствовать нижнего 12. Допустим, там у нас может быть еще большее число вариаций, допустим, там будет какие-нибудь еще третьи письма, четвертые, различные сорта. Но в нашем случае, вот, допустим, вот так вот вся задача решается. Все. Спасибо за внимание. Надеюсь, урок был вам полезен. Все. Пока. Продолжение следует...